итак несколько мыслей по поводу опыта эксплуатации телефона philips и 580 почему он не стал вторым основным телефоном и какие основные проблемы я вижу это телефон и так давайте начнем с корпуса самого сам самая достойная в этом что есть телефоне это корпус да он такой металлизированный при этом лежит в руке большие кнопки достаточно удобная кнопка регулировки громкости она такая здесь рифленая и вообще хорошо что она вообще здесь есть неплохой экран довольно таки достойным 2 и 8 дюйма разрешение конечно 302 на 240 низковатое но на солнце ведет себя вполне достойно вот наверное и все плюсы которые я вижу в этом телефоне но помимо того что батарея здесь хорошая вполне себе могу отметить еще видимо работа в галерее до работа в галерее здесь вполне удобно и здесь можно с помощью кнопок переворачивать картинки на удивление интересно реализовано все для такого дешманская телефона вполне себя достойно все на этом видимо все достоинства это телефона заканчиваются а сейчас поговорим о минусах которые мне кажутся существенным и так начнем с самого очевидных минусов это время когда вы достаете батарейку из телефона время сбивается крайне неудобно крайне крайне а второй минус который я здесь вижу это отсутствие т9 в телефоне то есть в принципе это звонилка она должна принимать сообщение и писать сообщение на ней тоже должно быть очень удобно здесь 109 с нету и бы что дальше отсутствие нормального браузера я же даже не буду показывать какой здесь упоги браузерах делают есть даже я уже не помню тело есть ничего не может ничего не открывает к это полная фигня можно было поставить обыкновенную оперу мини и все было бы достойно вот он браузер вот он не буду я заходить это убожество не буду показывать дальше как обозвать грамотно неграмотно отработанные шрифты телефона то есть экран телефона 2 и 8 дюйма достаточно большой здесь было можно удобно разместить все надписи все обозначения но этого не присутствует то есть допустим особенно это понятно при входящем звонке когда идет входящий звонок на телефон крупно достаточно высвечивается номер и гораздо мельче имя звонят кто вам звонит нифига неудобно концентрируйся сразу на более крупную надпись и пока ты прочитаешь что там проходит соединение уже устанавливается неудобно абсолютно неудобно что еще значит вот такими покажу мелкие неудобства которые здесь есть допустим сообщение написать сообщение смс вот будем писать сообщение и вот допустим напишем сообщение и вот отсекающая черточка которая показывает где мы остановились довольно наблекло и довольно невзрачное неудобно это я считаю вот так же телефон на удивление довольно быстро действующего в каком плане если вы вот на один клик что называется вот зашли допустим контакта раз нажали быстро отображаются там сообщение быстро входящие быстро то есть на один клик но есть же ли вы заходите допустим контакты и вам надо пролистать контакты вы нажимаете вот видите с какой скоростью листается контакты неудобно абсолютно то есть я вспоминаю старые телефоны sony ericsson там просто все летало вот исходя из вышесказанная вижу проблему этого телефона в основном в софте софте все эти недостатки можно было устранить с помощью программного обеспечения но я думаю там 5 центов 10 центов накинуть на телефон чтобы все это устранить то есть поставить браузер оперу поработать со шрифтами для сравнения старенький 7 старенький телефон samsung вот как устроена работа с сообщениями смотрите входящие сообщение берем там любые и вот с помощью кнопки регулировки громкости мы можем изменять shift величину шифта до самого огромного вот 2 дюймовый обыкновенный экран смотрите как грамотно все реализовано и вот и нафиг он нужен тут такой 2 и 8 дюймовый экран на котором ни черта нельзя нормально а сообщение нет ну ладно отправлена давать может отправлена вот видите вот сообщение справа 2 и 8 дюймовый экран вот сообщение на 2 дюймовом экране кому это мало можно увеличить пожалуйста как и будет все прекрасно видно опять же все это можно было установить на этом телефоне с помощью программное обеспечение недорого то есть телефон по корпусу очень даже отлично хорошая клавиатура крупно читается неплохо экран читается на солнце хорошо кнопка регулировки громкости в моем случае уже ранее говорила что хреновники динамик голосовой но возможно только в этом телефоне вот и все видела и обзора на philips и 590 там все ровно такие же проблемы ровно такие же проблемы ничего не там не изменили ничего не там не не сделали ну вот такие мысли по поводу телефона philips и 580 все